Началась предрегистрация на глобальную версию MMORPG Night Crow. Зарягиться можно на официальном сайте, а за неё вам перепадёт маунт, голда и немного расходки. Если что, то всё это хлам, и голду с расходкой можно получить в первые часы игры. Из годного есть только маунт и крылья. Но в этой игре нельзя будет летать, можно только парить, как во всех других проектах. Так что крылья чисто внешка, которая будет давать вам дополнительные характеристики. Подробный обзор игры с корейского сервера уже есть на канале. Конечно, на глобале она может смотреться немножко по-другому, но изменения будут скорее всего незначительные. А сейчас кратко расскажу, что нас ждёт. В игре нет карточек персонажа, как это было в LNH2 Mobile или других подобных проектах. И казалось бы, вы все вздохнули с облегчением. А вот обломитесь. Здесь есть карточки на оружие, карточки на ездовых и летающих маунтов. И все они работают как карточки на персонажей. То есть каждая из карточек будет давать прибавку к характеристикам. Так все они будут делиться по цветам, давать хорошую, существенную прибавку к характеристикам и собираться в коллекции. Добываться они будут, конечно же, из гачи. Так что крутить не перекрутить. Если в каких-то играх у нас есть гачи только на карточки персонажей, то тут у нас целых три гачи на оружие, на летающих маунтов и на ездовых маунтов. Собирать их надо будет все, иначе вы просядете. В игре жалкие четыре локации. Причём все они серые и мрачные, как осень в российской глубинке. В первых трёх локациях вы просто делаете квесты. Квесты однообразные. Убей 50, 100, 150 монстров и пройдите круги ада ещё 350 тысяч раз. И одна локация, где нас будет ожидать некая осада замка, которую нам так сильно анонсировали в трейлерах. Естественно, никакого разнообразия и каких-то сюжетных поворотов здесь нет. Всё чётко и по рельсам. Взяли квест, пошли делать. Побивали монстров, сдали квест, взяли следующий и так далее. Сегодня я рекомендую вам Forsaken World. Старую добрую MMORPG от создателей Perfect World на классическом обновлении. Сервер Forsaken World Vega был открыт в декабре 2023 года. Его онлайн растёт с каждым днём, так что вы легко найдёте себе компанию. В игре присутствует 6 раз и 8 классов, каждый из которых нужен и обладает уникальными механиками. Есть множество увлекательных PvE событий, PvP-арена, сражения между гильдиями за боссов и территория. Регулярно проводится множество игровых ивентов и конкурсов с ценными наградами. Присутствуют реферальные системы и подарки новичкам. Хотите поностальгировать, переходите по моей ссылке в описании и регистрируйтесь. Как я уже говорил в обзоре игры, если вы играли в Мир М, которая выходила в январе прошлого года, то здесь то же самое. Всё один в один, только 3D графика и движок Unreal Engine 5, который они криво настроили, из-за чего оптимизация страдает. Ну и классов больше. Все классы дамагеры. Хотя это не точно, потому что есть класс хиллера, он вроде как должен вас хилить, но мне кажется все скиллы у него будут атакующие. Классов в игре 8, но на выбор изначально будет 4. Это Swordsman, Witch, Warrior и Hunter. Потом на 10 или на 20 уровне у нас будет выбор из двух профессий. Дальше каждые 10 или 20 уровней профессия будет повышаться. Так, например, охотник станет лучником, потом снайпером и потом фантомным снайпером. Это меняет ваш внешний вид, это добавляет новые способности и новые способы прокачки. Есть одна причина, по которой я и вы можете захотеть играть в эту MMORPG. В глобальной версии будет криптовалюта. А значит будет шанс срубить немного долларов на старте, если проект конечно не провалится за 2 дня, как некоторые прошлые проекты вимейдов. Да, эту игру вимейды не разрабатывали сами. Они просто дали денег какой-то студии, сказали сделайте нам что-нибудь такое, что мы можем продвигать и продавать. С криптой тут схема придумана интересная, про нее расскажу подробно. Уже сейчас на бирже продавались карточки разной эпичности. Грубо говоря продавался воздух при цене пол бакса за одну монету Кроу. Так что можете прикинуть, что самая простая карточка стоит 100 баксов, самая дорогая за 20 тысяч долларов. И судя по аукциону, кто-то их даже покупал. Суть их в том, что после старта игры, 1 апреля, да, 1 апреля это не шутка, вы сможете либо продать эти карточки перекупом, по более дорогой цене, либо обменять на игровые токены. Короче, риски огромные, так как игра может закрыться быстрее, чем вы успеете их продать. В самой игре у нас на старте будет аж 8 токенов. Разрабы зарабатывают на комиссиях с переводов, так что им выгодно, чтобы вы постоянно перекидывали одну монету в другую, платя комиссии. 6 токенов получаются путем обмена разных ресурсов, и уже 2 меняются между собой. Причем токены можно менять как на кристаллы, которые нужны будут для торговли на аукционе, так и на основной токен Кроу, который уже и меняется на доллары. И тут еще одна интересная схема. Если вдруг цена токена Кроу резко взрастет, то система заморозит вывод крипты до тех пор, пока цена не упадет ниже 0.75 доллара за штуку. Некая защита якобы от вывода валюты из игры. Но учитывая, что в игре наверняка будут толпы ботов, которые по скрипту будут выводить монету, с такой защиты вы вряд ли сможете вручную ее вывести. Так же, как и в других проектах, в игре будет маркет для торговли NFT персонажами. То есть за крипту вы сможете купить готового прокаченного персонажа, которого выставил на продажу игрок. Эта штука удобная, если вы сваливаете из игры, можете попробовать продать персонажа. На сайте еще есть программа поддержки стримеров, я туда зарегался. Но они даже ссылку на канал не спрашивали, так что непонятно, как их будут вычислять вообще. Так что по итогу нас ждет стандартное, мобильное, корейское. Морпг а-ля Мир М со всеми вытекающими механиками. Только с возможностью играть еще и с компьютера, как кроссплатформа. Целая куча доната, с возможностью срубить какую-то крипту, непонятно пока какими способами. И сотнями тысяч ботов, которые кочуют из проектов в проект еще с времен Мир 4. Еще с времен Мир 4 веймиксы с ними борются, говорят, что у нас самая лучшая защита, самая надежная. Но все мы с вами видели эти видосики с Китая, с ботафермами, где на одном компе запущено 50 окон с аккаунтами и все они фармятся в одном каком-то подвальном помещении. Релиз игры намечен на март, точная дата пока не называется, но я думаю где-то в середине марта. Играть в эту игру или нет решайте сами, я уже залечу попробую, а вот какие-то баксы получится срубить. У меня на этом все, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и бахайте в колокол. С вами был Террион, всем пока!